Итоги турнира закономерные. Мы заняли второе место, которое, я считаю, по праву нам принадлежит, потому что мы много работаем и опередили наших бывших конкурентов Полтаву и Ровно, но уступаем киевскому интернату. Там собраны хорошие девочки из разных областей Украины. Поэтому мы на своем втором месте. Будем стремиться занять первое дальше, в следующем году. Каждый ребенок, я думаю, мечтает о сборной, потому что я детей воспитываю в патриотическом духе, это действительно правда. И о сборной они мечтают все. А в дальнейшем играть, конечно, потому что мы в прошлом году заняли третье место, а в этом второе. Теперь мечтаем о первом и будем стремиться. В дальнейшем будут какие-то изменения в составе этой команды или уже, можно сказать, что определился? Да, изменения уже есть. Мы добавили девочек 98-го года, которые, рослые девочки, нам роста не хватает в нашей команде. Я думаю, что состав не изменится, только он уже изменился и дальше будет стабильным. Не мешает ли девочкам баскетбол заниматься в школе? Я думаю, не мешает, а наоборот помогает, потому что девочки собранные, они все в одном классе учатся. Под предводительством нашей классной, очень хорошей женщины. И я думаю, нет, только помогает. В целом результатами мы все довольны. Но, конечно, хотелось бы первое место. Но мы старались и заняли второе. Но в следующем году будет первое. Ну, по моему мнению, каждый момент в игре был ярким. Мы почувствовали, что мы побеждаем, когда сыграли в Днепропетровске игру из Полтавы. И выиграли 4 игры. Кто приходит болеть за команду? Очень много было людей, хлопали. Приходят родители, наша классная руководительница, друзья, родственники. Не мешает баскетбол занятиям в школе? Нет, не мешает. У нас спецкласс, у нас тренировки утром, школа, а потом опять тренировка. То есть, все как надо. Ваша команда в прошлом году была чемпионом этого же возраста. Почему сегодня все-таки третье место? Потому что вырос уровень команд. Появились такие команды, как города Киева, интернат. Дети, которые работают не один раз в день, а дважды тренировки. У нас все-таки школа не Олимпийского резерва. У нас тренировки проходят один раз в день, поэтому как бы сказывается, вот в этом возрасте уже сказывается уровень, что нехватка тренировок. Но позитив в этом всем. Второе место у нас было. Первое место у нас было два раза. Ну вот, наконец-то, третье. То есть, пьедестал мы весь завоевали. Ну, в принципе, надеемся, мы этим же составом будем работать. Единственное, это, конечно же, финансирование. Если нас будут финансировать, конечно же, мы будем и на следующий год играть. Ну, все зависит от финансирования. Но мы готовы играть на следующий год. Наши девочки очень любят играть в баскетбол, но у нас проблема со школы. Я не знаю, как в других городах, но в нашем. Они учатся у меня все практически, у нас учатся, все практически на золотую медаль идут. Очень тяжело совмещать и учебу, и поездки. В этом году, тем более, у нас такие туры были большие, выездные по пять дней. И, конечно, школа, ну, скажем прямо, они не в восторге от того, что дети столько пропускают. То есть, детям тяжело. Детям тяжело. Как бы в будущем, ну, хотелось бы, пусть их будет больше тура, но не такие продолжительные. Какая перспектива у них? Есть какая-то команда, с которой вы сотрудничаете, куда они могут мечтать попасть в дальнейшую? Ну, вот это вот, кстати, это наша проблема. Городок небольшой, команд высшей лиги, первой лиги у нас нету. И выхода, выхода как такового нет. Мы, конечно, стараемся, где-то там в Харьков, вот у нас в Харьков, да, вот пристраиваем. Ну, а выхода как такового в какие-то более-более команды профессиональные у нас нет. Так, мне нравились эти игры. Конечно, была надежда на победу. Мы очень боролися, мы хотели второе место, мы были первые того года на Украине. Не хотелось сразу вилетать на третье место, хотелось хотя бы быть другими. Но, так как мы не тренируемся вместе, то мы не смогли сыграться, мы хотели, чтобы было лучше, получилось как хуже. Ну, не смогли мы выиграть, ничего. На следующий год мы постараемся стати первыми снова. Когда мы играем дома, то очень много до нас приходят, батьки очень больно за нас, батьки переживают, едут с нами, поддерживают нас всегда, переживают. Очень много за нас переживают также девчат наших знакомых, наши подруги и друзей. Продолжение следует...